Друзья, всем привет! Здравствуйте! Вы можете посмотреть, что клубника только-только начинает цвести. И вот сейчас нужно правильно сделать подкормку, чтобы у нас и много ягод было, чтобы больше было цвестений, и чтобы они были крупнее. Весной, конечно же, мы подкормили ее азотными удобрениями. Ну, почва достаточно плодородная, поэтому сформировалась мощная листовая масса. И классные такие розеточки, и их много. Земля отсела, и розеточка очень низкая. Я же не могу у клубники до краев подсыпать земли, засыпать розетку. Не, ни в коем случае. Это и при посадке, кстати, нужно соблюдать, чтобы она находилась точно на том же уровне, на котором она сидела раньше. А кажется, заглубленная, можно получить гниль в сердечко. А кажется, слишком мелко, будет вечно страдать от пересыхания корней. Землянику только на ту же высоту, что она была. Итак, Лайш, что же нужно нашей клубнике сейчас? Ну, сейчас, во время цветения, ей нужны фосфор и микроэлементы. Бор, цинк, ну, магний, скорее всего. А азот нужен ей? Азота нужны сейчас, вот прямо сейчас, нужны очень умеренное количество. Потом, когда начнется рост завязей, мы увеличим количество азота. А сейчас нужны, в первую очередь, доступный фосфор, немного калия, немного азота и микроэлементы. То есть, азот, я правильно понимаю, что пойдет на рост плодов? Ну, азот, во-первых, еще листья продолжают расти активно. Во-вторых, нужно будет что-то, чтобы увеличивать плоды, конечно же. Фосфор для цветения, ну и калий, это просто, чтобы не было перекоса, правильно? Ну, и калий тоже уже нужен. Калий нужен для мембран клеток, калий нужен всегда, просто то больше, то меньше. Хорошо. Итак, что же сделать, что это за удобрение, которое будет совместить, совмещать все пропорции? Ну, можно взять специализированные какие-то удобрения для земляники в период цветения. Можно взять удобрения более универсальные. То есть, можно взять мастер 13-40-13? Да, можно взять мастера 13-40-13, например. Можно самостоятельно сделать похожее удобрение из такого удобрения, как монокалийфосфат, и такого удобрения, как карбонит. Да, друзья, смотрите, есть ли у вас капельный полив, как у меня, да, то вы можете даже положить имяочную селитру, но лучше не надо, потому что уже жарко. Если вы будете поливать слейки, то берем только карбамид, потому что селитрой мы пожжем все листья. Ну, по крайней мере, шансы на это есть, и лучше не надо такого делать. Значит, совокупная концентрация удобрений в поливе должна быть не больше, чем 20-25 граммов на 10 литров. Тут лучше два раза и поменьше, чем один раз и побольше. Хорошо, 10 литров. Сколько мы берем монокалийфосфата? Монокалийфосфат очень концентрированное удобрение, поэтому мы берем его буквально полторы ложечки. Это получается 7,5 грамм? Ну, где-то 7-7,5 грамм. И берем ложечку карбамида. Если вы видите, что земляника у вас плохо растет, у нее мелкие листья и что-то ей не нравится, тогда можно азотных взять чуть-чуть больше. То есть, и тем самым мы сделали как бы с тобой мастер 13-40-13, правильно? Ну, это, конечно же, не мастер, потому что в мастере еще есть хорошо сбалансированный набор хилатных микроэлементов, но для клубники это тоже будет неплохо. Володь, что еще? Я могу взять золу? Ну, правда, азота нет. Ну, в золе, во-первых, нет азота, а во-вторых, она очень щелочная. Если уж подкармливать настоем золы, то подкармливать только в период созревания ягод. Сейчас лучше этого не делать. Хорошо. И, друзья, обратите внимание, снимаем распылитель и стараемся, чтобы раствор удобрений поменьше попадал на листья. Поскольку у нас сейчас очень влажно, то мы подкармочку даем буквально по чуть-чуть, по пол-литра на кустик. Причем это максимальное количество. Если мы видим, что у нас много удобрений, и если мы взяли максимальную концентрацию раствора, то имеет смысл после подкармки немножко полить, чтобы смыть удобрения. Но у нас по прогнозу через 2 часа намечается дождь, поэтому тут можно этого не делать. Вообще с этими дождями все ужасно, потому что земляника, она хорошо растет только на хорошо дренированной почве. Если влага будет застаиваться в корневой зоне, то она как следует плодоносить у вас никогда не будет. И в этом году настоящая напасть с сорняками, но нам удалось с ней справиться, потому что мы взяли готовую почвосмесь, в которой сорняков практически не было. Друзья, корневые подкормки земляники должны дополняться вне корневыми подкормками. И чтобы оно быстрее усвоилось, это тоже должны быть только водорастворимые удобрения. То есть нам нужны микроэлементы в хилатной форме какие-то взять? Да, нам нужны микроэлементы в хилатной форме. Азот, фосфор и калий мы дали под корень, а микроэлементы, вот мы возьмем брексил микс микроэлементы. Мне вообще нравится этот состав, он такой очень полный, и хорошо на него растения всегда реагируют. И мы его добавим во внекорневую подкормочку. Кстати, можно совместить с опрыскиваниями фунгицидами и инсектицидами. То есть фитоспорин сюда добавить можно, просто вчера мы проводили фитоспорином, поэтому сегодня уже смысла нет. У нас тут 10 литров, максимальная концентрация 20 грамм, но мы добавим 2 ложки. Мы добавим 10-12 грамм. Или можно взять специализированное удобрение для внекорневых подкормок, например, плантофон. Ну там микроэлементов нет? Есть. Мало? Мало. Тут больше. Володь, скажи, пожалуйста, следующая подкормка земляники, когда понадобится? Следующая подкормка земляники нам понадобится тогда, когда у нас будут зеленые земляничные. Когда будет идти активный рост плодов, сразу после сбрасывания лепестков. Ну поэтому вместе будем с вами ее и подкармливать. Там уже нужен будет другой состав удобрения, и мы будем его делать. Вот так вот, друзья, у нас получилась и корневая, и внекорневая подкормка нашей земляники во время цвета. Мы всегда совместно делаем и корневую, и внекорневую подкормку, чтобы не было ни перекосов, ни по какому элементу. Да, тогда растение одновременно получило и питание по всем параметрам, и стимуляцию, и микроэлементы, и именно так оно реагирует лучше всего. Друзья, ждем следующую подкормку, когда будут зеленые ягоды. Я надеюсь, что мы показали это вовремя, потому что вот сейчас самое время сделать эту подкормку. Ну и до новых встреч. Всем пока. Счастливо. Оставайтесь с нами.